Привет, друзья! Сегодня у меня для вас рецепт слоеного салата из недорогих и доступных продуктов. Но какой же он вкусный получается! И оформление, хоть и простенькое, но красивое. Сочетание продуктов в этом рецепте очень гармоничное. Я думаю, что такой салатик будет вкусным и красивым украшением любого праздничного стола, в том числе и новогоднего. Итак, начнем. Продукты для салата я уже подготовила. Маринованные огурцы натерла на крупной терке. Курицу отварила и нарезала на небольшие кусочки. Курицу я отваривала со специями, чтобы мясо получилось вкусным. Морковь натерла на крупной терке. Кстати, вместо моркови можно использовать тыкву. Будет даже вкуснее и нежнее, и вкус у салата получится новый. Свеклу и вареные яйца также необходимо натереть на крупной терке. Лук я нарезала четверть кольцами, а вареный картофель натерла на крупной терке. Теперь на небольшом количестве растительного масла ставим обжариваться лук и морковь, ну или тыкву до готовности. Салат я буду делать в кольце диаметром 21 сантиметр. Чтобы кольцо было легче убрать, прокладываю пленку по внутренней части кольца. Ну и приступаем к сборке салата. Наносим на дно формы немного смеси майонеза со сметаной. Майонез развожу сметаной в пропорции 2 к 1, чтобы салат получился нежнее. И первым слоем выкладываем на дно картофель. Слегка разравниваем его, но не уплотняем. Немного солим, перчим и наносим сверху слой майонеза со сметаной. Выкладываем на картофель половину обжаренных моркови с луком. Ну а на морковь, ну или тыкву с луком выкладываем вареное мясо курицы. Если мясо недостаточно соленое, то посолите его немного и поперчите. Теперь наносим на мясо слой майонеза со сметаной. Сверху выкладываем оставшийся лук с морковью, ну или тыквой. На них выкладываем маринованные огурцы и разравниваем. Наносим слой майонеза со сметаной. Выкладываем вареные яйца и немного солим и перчим их. Смазываем этот слой также майонезом со сметаной. Ну и последним верхним слоем у нас будет вареная свекла. Разравниваем его и тоже наносим сверху слой майонеза со сметаной. В таком виде убираем салат в холодильник на 3-4 часа настояться. Ну и нам осталось украсить салат. Для украшения я буду использовать вареные яйца. Я отделяю желток от белка и отдельно их тру. И мелко нарезанную зелень. Желательно, чтобы желток в яйцах был красивого, насыщенного, желтого цвета. По низу салата можно сделать ободок из того же майонеза со сметаной. И вот так красиво, но главное вкусно у нас получилось. Надеюсь, что вам понравился этот рецепт. Готовьте, а в комментариях пишите, что у вас вышло. Желаю всем здоровья, удачи и приятного аппетита! Пока-пока!